так народ всем привет в общем смотрите вчера я поиграл бету evil dead game который как раз таки скоро уже выходит благодаря xbox insiders hub вот в игре по билду видно что скорее это даже не бета альфа если честно особенно по нет коду мои друзья поиграли в нее раньше начиная пятница 1h а субботу на я у них просила типа о чем как как вот геймплей игра писать когда я начал играть в обучение у меня начали закрадываться мысли и они они кстати не смогли никак описать в этом ты суть когда cure эти в учении получилось так то что я у меня реально начали закрадываться мысли что мне непонятно как бы о чем игра реально ну то есть именно вот суть консистенция жанр полноценный. Когда мы сыграли несколько матчей, я короче, назвал эту игру батл роялем, батл экшен роялем от третьего лица, на что мой друг один засмеялся. Мы играли втроем в кооперативе за выживших, если что, сейчас все подробнее расскажу вообще про все аспекты игры. Действительно, если дать какое-то описание, это экшен от третьего лица, пвп, экшен, кооперативный, потому что там 4 человека играют, 4 выживших. Все напрямую связано с лором, с комиксами, с фильмами, с играми многочисленными, с сериалом, который вот не так давно-то и закончился на самом деле, ну относительно, по вселенной зловещей мертвецы. Все персонажи представлены. Играть можно за выживших, либо за кандорийского демона. Кандорийский демон делает что? Это такая неведомая сила, которая, грубо говоря, в игре может обретать и физическую свою форму, но он всячески вам мешает. Он может завладеть... Короче, есть такая механика еще связанная с накоплением страха у персонажа. Если вы долго находитесь в темноте, или там, кстати, монстр, ну то есть этот кандорийский демон может вас напугать. Вот. Вы видите скример на экране такой жесткий, у некоторых в зависимости... Ну там типа разные есть. На данный момент 3 кандорийских демона заступен. Один это клон Эша, который полускелет. И с третьей, ну, из Армии Тьмы. Второй полководец такой полный... Я не помню откуда он, честно, но внешне знакомый. А что-то где-то я это видел. И третий это демон из сериала, которого они призвали в... Через книгу, короче, в первом сезоне сериала. Вот электрический, короче, такой. Суть в чем? Демон может завладеть тачкой, которой вы управляете. Даже может вселиться в выжившего. И тогда вы от лица, вот допустим, в меня вселились, да? И я вижу полностью, что делает за меня кандорийский демон от третьего лица. И... он может стрелять, то есть пользоваться всем моим оружием, пользоваться всем вообще на определенное количество времени. И, соответственно, если по вам будут наносить урон ваши союзники, то это все потом с вами останется. Потом, что-то секунд через 10, примерно он из вас выйдет, и вы, типа, возвращаетесь в норму. Поэтому тут очень важно, на самом деле, играть в кооперативе. В целом, реально, почему это похоже на батл рояль? Во-первых, как система респауна делается, это чистые запексы взято. Нужно забрать душу товарища и поднести к специальному апостолу. Там то же самое. Берешь чувачка мертвого и несешь. Не как варзоника, а ты просто за бабки рисаешь. То есть, тебе не нужно ничего подходить, лутать. Ты просто вот, он умер, гулаг, все, минус, и все, он как бы, ты его за бабки рисаешь. Нет, вот больше похоже на апекс. В начале матча вы спаунитесь в рандомной точке карты. Вам нужно найти первое задание. Сравните с ДБД, наверное, плюс механики батл рояля, но только ДБД кажется после этой игры супер тупой, потому что механика почините генератор и убегайте с кривыми анимациями это, конечно, рофл, потому что в Evil Dead самое главное, что бесит многих людей, которые играют в ДБД, то что и вот лично мне вот даже если не брать даже ДБД какой-то синглплеер хоррор, я не люблю хоррор, в которых ты ничего не можешь противопоставить монстрам. Это очень тупо. Здесь ты наоборот сражаешься. Здесь есть и ближний бой, здесь есть дальний бой, здесь есть спецспособности, пассивки, прокачка. Вот что похоже точно на ДБД, это прокачка персонажа, только вот там в древо вы получаете всякие аптечки, которые вы можете с собой взять, ремонтные вот эти вот штуки, фонарик и так далее. А здесь вы чисто прокачиваете пассивки персонажа. И ульта ваша тоже прокачивается одна способность, которая активируется, у всех она разная. Выживших много на данный момент, там 4 класса. Вы, короче, спамитесь на карте, ваша задача найти 3 куска карты, потом после этого вы отправляетесь искать потерянную страницу некрономикона, потом еще нужно взять кинжал кандорийский, и после этого вы идете к таким большим дядькам, короче, их нужно командными усилиями, пока на вас еще наступают мобы, уничтожить. с помощью кандорийского кинжала нажимаете Y на геймпаде и высасываете из них энергию, грубо говоря. Там 3 столбца таких. После этого защищаете книгу на микрониконе. непонятно, почему мерцедцы хотят уничтожить книгу, если благодаря им они появляются в реальном мире, то это какая-то нестыковка по лору, либо я, может, отстал. Вообще, хотел это сказать вначале, скажу сейчас, я вообще поклонник, можно сказать, из Ловещих Мертвецов, именно старых и новых тоже. Я смотрел все 3 части, соответственно, даже пересматривал их неоднократно. Я играл в игру Evil Dead Regeneration, одна из немногих игр, которая выходила вообще по Evil Dead, которая была качественная. Вообще, игры там выходили в 90-х, 80-х, даже что-то было, по-моему, вот. И, в принципе, ну, я смотрел, соответственно, ремейк, ремейк я смотрел очень много раз. Сериал я смотрел, я почему-то не смотрел третий сезон, не помню почему, но, короче, первые два сезона я отсмотрел. По Evil Dead, вообще, что могу сказать, это кино, связанное с моим детством, потому что я хоть по возрасту, не попал в 80-е, в 90-е, ну, только конец 90-х, но я все это смотрел в детстве, и мне очень, я, ну, историю вспомнить тяжело, это больше, наверное, связано, это из-за игры, Evil Dead Regeneration, которая в 2005-ом выходила, это из-за того, что, скажем так, посмотрел Армию Тьмы по телевизору, еще, когда только начинал этим всем интересоваться, мне она немного страшной показалась, я-то учился там в каком-то третьем что-то классе, по-моему, это вообще рофл, да, люди смотрят в таком возрасте там всякие Звездные войны, да, и так далее, а у меня типа Evil Dead, но, в общем-то, я еще чуть ли не в то время, даже до третьего класса, по-моему, чуть ли не начал, короче, смотреть вторую часть, я, но, короче, история такая, я бы прихожу там, короче, условно говоря, в развлекательный центр, и там, короче, был отдел с дисками, там всякими, с фильмами, я подхожу, короче, с мамой туда, типа, вот, а мама у меня там работала, грубо говоря, и, ну, в самом центре, можно так и назвать, и, подходим, мой от отдел, короче, я там часто зависал, даю и диск, короче, он читает описание, и там что-то идет в стиле, ну, сложно вспомнить, у меня там, сколько, я не знаю, даже до третьего класса было, я не знаю, там сколько, 7-8 лет, короче, и там, она читает, короче, эш, там что-то там расчленяет, там, короче, там эйдс, там демоны, селяют все дела, вторую часть, а вторая часть, она еще такая полухоррорная, потому что по факту, да, то есть, ну, там мало юмора, и я такой сижу, у меня мама, короче, смущала, ну, типа, ты это вот хочешь себе взять, не в том плане, что нельзя, а в том плане, что, типа, она это увидела, я такой, блин, типа, как неудобно, как неловко, и вот на тот момент, я уже, да, я уже играл в Evil Dead Regeneration, очень много, я играл, ну, уже и третью часть, я по-моему, посмотрел, или не посмотрел, ну, короче, вот примерно вот в то время, где-то после первого класса, началось у меня знакомство вообще с этим фильмом, и вот так вот как-то и пошло, то есть, там, какие года-то были, даже, я не знаю, 2006, 2007, вот что-то типа того, он на самом деле, и вот с тех пор, да, как бы Evil Dead, это важная тема для меня, ремейк тоже очень люблю, вот, смотрел его много-много раз, больше пяти раз точно, считаю, что ремейк 2013 года будет страшнее, чем оригинальные фильмы, по факту, и там действительно, там очень классный саундтрек, ну, как бы, как бы, это, это пушечное кино, хотя бы тогда очень сильно не оценили. Вернемся к игре, рассказал свое познание в Evil Dead вселенной, вообще, как бы, свое отношение, да, но, в целом, что могу сказать, могу сказать, что игра очень сильно впечатлила, первое, графика на серии SX очень хорошая, это первое, второе, нет-код пока страдает, да, но надеемся, что релизу пофиксят. Геймплейная игра очень цепляет, потому что, вот, из всех оперативных игр, и вообще, мультиплеерных игр, где ты играешь не один против кого-то, да, то есть, именно с командой, это, наверное, одна из таких игр, вот, ну, вот даже ДБД, можно там играть соло, там, и так далее, да, но здесь нужно реально играть с квадом, то есть, когда у нас один друг ушел, мы играли потом вдвоем, и, ну, это было очень тяжело, потому что, там реально зависит очень сильно от многих, а потом будут добавлять и новые карты, там, на релизе их много будет, там всего одна карта была доступна, такая огромная, там столько локаций вообще просто, которые надо посещать, потому что, вот вы на стартодор, и вот у вас там, часть карты находится там, на какой-то заправке, да, вы там открываете карту, смотрите, ставите метку, идете, а вам еще лутаться нужно, плюс спавнятся дедайты, и в зависимости от типа, гандарийского демона, будут разные дедайты, абсолютно, у этого, с армией тьмы, там скелеты, короче, ходят со щитами, там всякими, у полководца, вот такого толстого, короче, там обычные дедайты, у этого, как его называют, у демона из сериала, там они, короче, выглядят как он, маленькие такие, и они взрываются после смерти, не знаю, это какая-то обилка была, или еще что-то, играли всего один раз, против него больше всего пикали полководцы, кстати говоря, не знаю, почему, ну там опять же, там люди-новички заходили, играли, вот, что хочу еще сказать, по поводу общего геймплея, боевка, есть легкая, тяжелая атака, это миллиарды уже, у каждого персонажа есть специализация, четыре архетипа на данный момент в игре есть, это, короче, лидер, это воин, это охотник, и, ну, что-то типа класс поддержки, скажем так, у каждого чара, вот, во время игры вы находите еще такие в луте розовые бутылочки, с помощью которых вы прокачиваете ту или иную характеристику, так вот, в зависимости от чара, вы можете там нажать прямо в начале игры, посмотреть, на что он больше специализируется, и именно до такого уровня вы сможете это прокачать, то есть я играл очень много за Келли из сериала, вот, и, ну, пробовал еще парочку других персонажей, она специализируется на пушках, у нее прокачка дальнего боя до пяти прокачиваний идет, и там очень сильно все поднимается, но при этом она не очень там в плане здоровья, то есть она не танк, поэтому типа у нее там пункт здоровья прокачивается всего до двух единиц, то есть, ну, типа, вот, и такого в игре много, дальше по поводу, а, там можно передвигаться на машине, везде, там может постоянно находятся тачки, ну, это я уже частично упомянул, то, что кондористский демон вселяется, типа, да, в тачке так же, он еще деревья там может, короче, оживлять ненадолго, там очень много интересных моментов в этом плане, скажу честно, это, пожалуй, самое такое главное открытие в этом году, до конца по трейлеру не было понятно, про что игра, как она будет играться, ну, вот вроде, что-то ходит, они убивают, но почему-то все думали, что это будет вот как Dead by Daylight, вообще ничего общего с этим нет, говорю сразу, кроме, по сути, механики прокачки персонажей, именно то, что ты там копишь вот эти вот отголоски, да, осколки, как угодно их называете, и потом прокачиваешь своего персонажа, только там ты прокачиваешь как бы вот эту вот линейку, да, там еще, и там всякие предметы, вот эти вот, там все такое, а здесь ты именно на эти очки качаешь левел чару, и тратишь эти очки умений с каждого левела, на отдельные там всякие пассивки и так далее, пока что очень интригующе, вот честно, кстати, почему я, кто-то задается вопросом, где геймплей, где кадры, зачем ты снимаешь свое лицо, и говоришь на камеру, смотрите, полностью закрытая бета, она недоступна в обычном Microsoft Store, нужно было заходить через Insiders Hub, чисто бета для Xbox, ни на каких других платформах ее нету, там пишется о том, что вообще разговаривать про игру нельзя, рассказывать какие-то моменты нельзя, снимать ничего нельзя, выкладывать видео нельзя, фотографировать нельзя, скриншоты нельзя, суть в том, что на YouTube, на маленьких каналах можно найти геймплей и все, но это все очень быстро банится, я не рискнул это стримить, у игры даже нету категории, ты, короче, вот когда журналистам каким-то высылают ключи, да, или ютюберам на игры на новые, они когда в них играют, они в профиле у себя будут отображаться, в Xbox и PlayStation, как будто они играют в какую-то другую игру, а ты вот здесь заходишь, во-первых, нету даже иконки того, чего ты скачиваешь, там 8 гигабайт бы этого весело, и ты отображаешься как на главной странице, как будто, то есть человек смотрит, открывает френдлист, да, вот так вот просматривает, просматривает, и смотрит, короче, а где ты, а ты на главной странице, как будто бы, там написано прям главное, все, то есть, это реально именно закрытая бетка была, и нельзя ничего укладывать, я не рискнул, ну, я вот даже сделал какие-то скриншоты, видео через консоль, они не выкладываются в сети автоматом, то есть это даже консоль не может сделать, сторонний геймплей через карту захвата, только если записывать, у меня нет карты захвата, ну, вы поняли, карпич, и выкладывать это все равно банда, срокин страйк, на твиче еще потом вообще могут просто забанить, потому что, ну, типа, запрещено делать закрытые беты, стримить, это еще даже в правилах твича написано, поэтому я не рискнул ничего, но очень люблю Evil Dead, очень был приятно, вчера удивлен, да, игра сровата еще, именно в плане надкода, но поверьте мне, она работает очень стабильно в плане фреймрейта, ну, не очень, я тут приврал, но хорошо, очень она будет работать, когда ее дооптимизируют до конца, то есть, а если в игре работает нормальный движок, то, в принципе, надкод нормальный сделать, ну, уже труда не составит, плюс мы не видели пинг, с кем мы конкретно играли, какие оппоненты были и так далее, может он вообще матчмейкинг шел с какой-нибудь западной Европой, там, ой, не западной Европой, а с, какой-нибудь там, восточной Европой, и плюс там еще, я не знаю, там часть Америки, или еще чуть понятно, что там пинг за этого высокий, то есть, это же закрытый альфа, ну, бета, окей, вот, реально, очень понравилось, очень приятно сражаться с монстрами, есть у персонажа, кроме легкой тяжелой атаки, это еще скачки назад, у персонажа, кстати, активная билка, ты активируешь, а Келли двигается, Дэши не тратит стамину, и огнестрел наносит врагам кровотечение, там не очень много, конечно, дэмэжа с кровотока, но все равно, очень понравился огнестрел, очень понравилось стрелять, очень понравилось бить ближним бою, да, проблемы с надкодом, поэтому происходят там всякие задержки, там задержка даже включения фонаря, вот, классная механика, как вы лутаетесь, и просто пришли, даже если там не темно, вы не видите часть лута, поэтому нужно включать фонарик, пополнить фонарик на данный момент нельзя, вот у тебя 100% есть, либо чуть выше, в зависимости от персонажа, да, там можно взять, и ты этот фонарик используешь до, до тех пор, пока он у тебя не закончится, либо ты его не выключишь, то есть его нужно выключать, включать, ты заходишь в помещение, хочешь облутаться, да, там взять, я тебе не знаю, колы, или амулет, амулет это броня, кола это восстановление здоровья, вот, и ты хочешь, например, что-то найти, да, там патроны, еще что-то, включаешь фонарик, у тебя сразу предмет вот так, бам, и подсвечивается, вот, очень классно сделано, серьезно, вот, когда это будет работать с нормальным нет-кодом, мне кажется, это залипалка жесткая вообще будет, то есть, ну, рекомендую всем ждать релиза, вот, и когда, ну, выйдет уже, я надеюсь, нет-код будет нормально, это вот единственный недостаток, который могу сказать, на данный момент, пожалуй, самая интересная кооперативная игра, которую я играл, но, это первое впечатление, и плюс, я еще фанат Evil Dead, поэтому, ну, я не верил до конца, я думал, что какой-то трешак будет, честно скажу, когда поиграл сам, оказалось очень интересно, да, еще в минусы можно занести, наверное, не очень удобное управление транспорта, да, из которых доступно, потому что тебе дают какие-то старые коломаги, а ты едешь там, если не по дороге, то у тебя просто вот так вот, да, вот просто вот туда-сюда вот так вот трясет, да, ты как это, в GTA San Andreas, короче, да, вот, машина, когда вот так вот делали, короче, ну, понял, еще у меня, вот, но по факту, вот единственный минус это Netcode, графика отличная, очень хорошая, очень хорошая лицевая анимация, приятно стрелять, расчлененка красивая, да, немножечко мультяшненько, ну, процентов на 10, но все равно, очень солидно, очень хорошая оптимизация, фреймрейт, вроде, особо не пролагивал, на мой взгляд, то есть, ну, в сравнении вот тот же Elton Ring, как там проседает фреймрейт, да, из новых каких-то игр, не знаю, как еще Elixter работает на консолях, но из последних игр это вот, короче, честно хочу сказать, меня прям очень впечатлило, я реально думал, что будет рычаг, и если они за пару месяцев перед релизом успеют допилить Netcode, но, вот опять же, вот это, почему я сказал первое впечатление, потому что, ну, блин, реально, как бы, дальше идея должна развиваться, я надеюсь, что будет не только вот это, поиск 3 осколки карты, потом часть книги, потом кинжал, потом убивание, ну, высасывание энергии чувачков, и защита некормикона, надеюсь, что нет, но даже если такое будет, минимум интереса к проекту будет, ну, у меня лично полгода, если будут разные карты, будут добавляться новые выжившие, они будут добавляться, будут добавляться новые кандарийские, хочется их назвать генералами, потому что они типа так управляют, будем называть их кандарийскими демонами, с их дедайтами, которые еще физическую свою форму могут принимать, и с тобой сражаться, это очень круто, могут там мобов всяких своих бафать, то есть они полностью контролят, ну, они тебе мешают, контролят, и это реально за них очень приятно играть, это не вот какой-то маньяк, это нечто, ты вот как в фильме, вот эта штука вот находится рядом с тобой, ты ее не видишь, но ты ее слышишь по звуку, она может вообще рядом с тобой находиться, этот призр, короче, просто за тобой бежать, короче, но ничего сделать, и чистого физического вреда он может только, если в свою физическую форму перейдет, вот, короче, игра реально пушка, надеюсь, они только вот когда выпустят, главное, чтобы пофиксили нет код, это первое, второе, все будет зависеть от базы игроков, потому что уже игра почему-то стоит 40 долларов, меня это немного пугает, это как бы очень хорошо, но может быть они так делают, из-за того, что нету синглплеера, может быть из-за этого, или добавят ее позже, но там уже есть издание за 60 долларов, вместе с сезон пассом, и сезонник, наверное, будет всякие батл пассы давать, или еще что-нибудь, ну, короче, всякие костюмчики там тоже есть, классная игра, вот серьезно, главное, чтобы только вот нормальными игроками была воспринята, я думаю, в России не будет особо популярна, потому что, ну, любители Зловичных Метвецов не особо любят играть в игры, мне кажется, в целом, потому что, ну, не то, немного, главное, чтобы просто аудитория вообще игровая приняла нормально, и чтобы люди не зажопились покупать это, потому что, ну, игра стоит того 100% на данный момент, главное, чтобы она потом развивалась, главное, чтобы не было доилки, которые просто из вас вытягивают там деньги, да, или, грубо говоря, там один и тот же контент, костюмчики там всякие, да, и очень мало там новых персонажей, с каждым там сезонным пропуском, да, если не будут вообще, то есть, главное, чтобы все было, именно вот, ну, развивалось, чтобы на картах что-то еще они придумали, кроме, вот, стандартной процедуры, спавнится 4 человека, кандаристский демон тоже сам по себе там сидит, качается, мешает вам, и вам нужно сделать там 3 части карты, потом, ну, вы поняли, короче, кинжал, страницный кромикона, чувачки, и защитный кромикона, главное, чтобы кроме этого что-то было, на данный момент, я говорю, по такой механике, игра будет актуальна минимум полгода после выхода, потому что, в нее просто интересно, в ней интересно сражаться, в ней интересно командный дух, потому что, 4 класса, и эти классы действительно друг от друга сильно отличаются, и персонажи, которые там находятся, имеют совершенно разные обилки, и их нужно комбинировать и думать, действительно, очень зависишь от тиммейтов, в хорошем плане, потому что, ты можешь разделиться от тиммейтов, но, кандаристский демон может просто взять тебе пачку врагов, вызвать за спавней, да, и они тебя просто в соло загрызут, у меня такое было, я пошел искать карту в начале игры, практически без оружия, он вызвал, там просто 3 дайта выбежал, и мне было очень тяжело, меня убили, практически ко мне пришел на спасение друг, у него было, рычажное ружье, по-моему, вот, и он меня, типа, поднял, поэтому, ну, это реально очень классно, вот, серьезно, это прям вот, какое-то, это вот игра, раньше в игромании, в журнале, была такая, как не оценка, а дополнительная, типа, тема, называется Белая ворона, то есть, и там это описание идет, вот этому значку, что-то, игра совершенно, типа, которая что-то новое, приносящее, то ли в жанре, то ли выгляща, как-то по-другому, короче, по фактам, L.D. реально приносит, совершенно что-то новое, это реально, вот, какой-то, кооперативный экшен, на третьего лица, с элементами слэшера, и батл рояля, вот, я не знаю, как это объяснить, на хан шауда он еще очень похоже, главное, чтобы не профукали все эти возможности, главное, чтобы финансирование игры было нормальное, чтобы игроки ее нормально восприняли, тогда нас ждет проект, в который люди будут играть еще в ближайшие годы, я надеюсь, надеюсь на это искренне, но будем ждать релиза, спасибо большое всем, кто это послушал, посмотрел, попытался рассказать и свои впечатления, в целом, и мысли сумбурные, спасибо, вот такой вот подкаст получился, все, народ, всем спасибо большое, кто смотрел, ждите Evil Dead, все, увидимся уже в игре.